Братцы и сестрички, привет! Портал Экзегет отвечает на ваши вопросы. И вопрос следующий. Как бороться со страхами? Апостол Иоанн Богослов отвечает на этот вопрос так. Боящийся несовершенней любви, так как любовь изгоняет всякий страх. Вот я вспоминаю в своем молодости, когда я влюблялся в какую-нибудь девушку. И я совершенно не боялся, что про меня там другие скажут, подумают. Я мог за ней бегать, уявиться и так далее. Потому что я был влюблен. Настоящая любовь изгоняет вообще всякий страх. Если мы доверяем и служим Господу Богу, если мы его любим, то тогда, доверившись Богу, который нас любит и который знает, как будет лучше, все устроено и устроить может, конечно, никаких страхов нет. Но когда Богу мы не доверяем, то тогда, конечно, мы переживаем, что вот сейчас у меня там, может, ребенок заболеет, может быть, сейчас я сам умру, или там какая-нибудь старость наступит, страшная, ужасная и так далее. Все это связано, конечно, с маловерием. Если касаться, конечно, людей верующих. Потому что если брать неверующих людей, там, к сожалению, вся жизнь забита страхами, люди не случайно там лечатся от депрессии, пьют лекарства и так далее. Но для верующих человека страх может быть только один. Это страх Божий, о чем царь Соломон говорил так. Начало премудрости, страх Господень. Когда мы осознаем, что Бог нас любит, когда мы понимаем, что Бог знает все, а мы ему противимся, то тогда и правда ужас верующих в человек охватывает. И он думает, Господи, прости меня, как же так? Поэтому только Бога можно бояться. О чем и сказано во Второзаконии, когда писалась заповедь Господа Бога, «Бойся, Ему одному служи и Его именем клянись». Соответственно, Господь Бог, в руках Которого жизнь наша, жизнь наших детей, вообще все в Его руках. Он поэтому называется Стержителем. Поэтому Ему только одного служим. И Его мы боимся, но боимся не каким-то паническим страхом, а именно как некий священный трепет перед всемогущим и любящим нас Творцом. Так что, друзья мои, если не знаете, как оборвать страх, берите в руки чёточки, выходите на улицу и вот так идёте, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй неогрешного». Как начнёте молиться, сразу увидите, что все вот эти суетные страхи и ужасы постепенно отступают. Люди, молясь Господу Богу, претерпевали такие страдания, которых, когда читаешь, ужас берёт, мурашки по коже. Но с Богом ничего не страшно. Вспомните, как Христос говорил, что, когда поведут вас перед правителями, на судилище будут ставить, не думайте и не заботитесь о том, что будете говорить. Дух Святой за вас всё скажет. Если мы доверяем Господу Богу, то даже если будут самые страшные испытания, Бог будет рядом с нами и нас не оставит. И что нужно сказать, Он нам сам вложит. Он нам же даст силы перенести боль, Он же даст нам силы перенести все какие-то психологические нестабильности, включая и страхи. Помоги Господь. Субтитры сделал DimaTorzok